Меня зовут Рик Реннер. Сейчас я выхожу из этой большой арки стадиона в Древнем Ефесе, тоннель, через который я только что прошел. Это один из многих проходов, которые использовались, чтобы выпускать различных диких животных на арену, где они набрасывались на людей. Говоря о диких животных, я имею в виду львов, тигров, медведей, антилоп, бизонов, даже слонов, крокодилов, носорогов, зверей разных пород, привозили со всего света. И с самого утра, когда стадион наполнялся зрителями, всегда демонстрировалась борьба с дикими животными. Апостол Павел говорит нам об этом в Первом Послании к Коринфянам 15.32, где он пишет, что он сам был на такой арене «и боролся, сражался со зверями». Слово «звери» в греческом тексте означает «жестоких, беспощадных животных». Это были настоящие убийцы. Глагол, который употребил Павел, «бороться», в греческом подлиннике, означает «сражаться на мечах», «бороться с оружием в руках». Используя это слово, Павел говорит нам, что он действительно оказался на этой арене, когда вокруг него на трибунах собрались зрители, и он сражался с дикими животными. Кто-то полагает, что это были львы. Апостол не уточняет, что это были за животные, но они были свирепы, и они хотели его растерзать. Но Павел с ними боролся, выжил и даже написал нам об этом. И, возможно, вы сегодня сражаетесь с дикими зверями. Образно говоря, это не львы и не тигры, но какая-то ситуация в вашей жизни, которая пытается вас победить, свалить. У этой ситуации нет силы одолеть вас. Как те звери не могли уничтожить Павла, потому что тот, кто в нем, был больше. Точно так же, тот, кто больше сегодня в вас. И если вы будете давать Божьей силе, которая внутри вас действует, вы сможете одолеть все. Вы преодолеете любые нападки извне. Вы сможете поразить любого врага. Внутри вас столько сил, и я призываю вас подумать об этом сегодня. И в этой передаче я хочу говорить о том, как отражать внезапные нападки в вашей жизни. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал этой встречи, и сегодня мы сразу обратимся к Библии и поговорим о том, как противостоять демоническим атакам, которые дьявол направляет против нас. Дьявол намерен серьезно поработить нас, поработить меня и вас. Он хочет уничтожить нас, но он не сможет этого сделать. У дьявола нет столько силы. Ведь Тот, Кто в нас, больше того, Кто в мире. В нас Святой Дух. Он обладает суперсилой, которая превосходит все, что есть в этом мире. Сила Духа Святого сильнее любого замысла, направленного против вас и меня. Вы можете проходить страдания. Вам может показаться, что дьявол пытается вас уничтожить. Но если вы будете стоять на Божьем Слове, вы выйдете из любой ситуации победителем. Таково обетование в Священном Писании. И сегодня я бы хотел, чтобы мы начали изучать необычный стих. В Первом Послании Коринфянам 15.32, где апостол Павел описывает внезапную атаку, которую ему пришлось пережить. В Первом Коринфянам 15.32 апостол Павел пишет, «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе». Весьма примечательный стих. Он написал, что он боролся со зверями. И он употребил греческое слово «териомакео». Это сложносоставное слово, в котором две части. «Терион» — это дикое животное, это не собаки, не кошки. Это звери-убийцы, агрессивные хищники, которые убивали людей. Львы, тигры, медведи. И вот это слово «терион» на самом деле описывает животных, привезенных в Римскую империю из Африки для участия в этих играх. Это были очень жестокие звери, которые убивали людей. И Павел говорит, что он боролся с ними. Греческий глагол «махомай» означает «сражаться с оружием». И если объединить два слова, то многое становится понятным. Потому что на арены римских стадионов, а иногда в театры, приводили диких зверей. И людей заставляли сражаться с этими животными. Как правило, людей вооружали. Именно поэтому здесь стоит слово «махомай», которое означает «сражаться с оружием». Павел использует это слово в точности так, как оно должно быть использовано. Это не аллегория, это не фигура речи, это не просто пример, иллюстрация. И некоторые ученые говорят, что в книге «Деяний» нет никакого свидетельства о том, что Павел когда-либо дрался с дикими зверями на арене. Потому что это, скорее всего, просто метафора, иллюстрация. Но, друзья, нельзя заблуждаться, не допускайте ту же ошибку. Не стоит так думать. Павлу довелось пережить многое, о чем не упоминается в книге «Деяний». Очень многое. Например, в 2-м послании Коринфянам, 11-й главе, Павел перечисляет всевозможные опасности, которым он подвергся. Он говорит о трех кораблекрушениях. Эти слова написаны рукой апостола, он сам об этом пишет. Но мы не читаем об этом в книге «Деяний». Павел говорит о том, что его предавали братья, лже-братья. Он пишет о том, как был побит камнями до полусмерти. Он описывает целый ряд событий, которые ему пришлось пережить, и о которых не говорится в книге «Деяний». Поэтому, если его участие в сражениях со зверями не записано в «Деяниях», это не значит, что этого не было. Павел говорит, что это произошло. И дело не только в этом. Павел никогда не использовал бы выражение «бороться со зверями» в качестве просто фигуры речи, так как верующие в то время на самом деле погибали в подобных сражениях. Христиан действительно бросали на арены, где на них набрасывались гладиаторы, опытные воины, свирепые животные. Если бы Павел употребил эту фразу как фигуру речи, иллюстрацию, аллегорию, то это было бы просто неуместно. Павел обращался к тем, кто знал обо всем. И он говорил им, «Я тоже через это прошел. Знаете, что в Ефесе я боролся с дикими зверями». Это удивительно. Ведь Ефес стал городом, где служение Павла обрело большой успех, но очевидно, именно там он подвергся столь серьезным испытаниям, хотя об этом не говорится в книге «Деяний». И Павел свидетельствует о них в 1 Коринфянам 15.32, говоря, «Терео Махео, я сражался с оружием в руке, с дикими животными, злобными убийцами». Это настолько удивительно. Но знаете что? Павел выжил в этих испытаниях, и вы тоже сможете выжить. Несмотря на все атаки дьявола, Павел вышел победителем и говорит нам об этом. Он свидетельствует о своей победе. Это стало его свидетельством. И точно так же, когда дьявол пытается что-то сделать, чтобы уничтожить вас, это станет вашим свидетельством. Вы будете об этом свидетельствовать. Бог все обратит во благо. У нас есть такое обетование в послании Римлянам 8.28, и мы читали об этом в прошлой программе. Давайте разберем еще раз. В 28 стихе, 8 главы, послание Римлянам написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Здесь точно не говорится о том, что Бог является причиной всего происходящего. Это не так. Не говорите так. Бог никогда не насылает на нас зло. Никогда не причиняет нам вреда. В послании Акова 1.17, Библия ясно говорит, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света. Если что-то приходит от Бога, то это только хорошее, благое. Если же что-то приходит от дьявола, то это приносит вред, зло, разрушение, трагедию. Но Бог благ. И если мы стоим в вере, стремимся исполнять Его волю, отказываемся сдаваться, не позволяем дьяволу столкнуть нас с дистанцией, продолжаем свой путь, то Бог, будучи благ, приходит и вступается за нас. Он заставляет все действовать нам во благо. Слово «все» по-гречески «панта» описывает любую мельчайшую деталь. Все включает в себя абсолютно все. Независимо от того, какое зло, или сколько раз дьявол пытался причинить вам боль, Бог может заставить что угодно содействовать нам. Слово «содействовать» по-гречески «сунергео» означает дополнять, работать вместе, помогать нам. Итак, то, что должно стать препятствием, Бог превратит в ступеньку, и вы перейдете на новый уровень, и я свидетельствую об этом. Были времена, когда мне пришлось оказаться в трагических обстоятельствах. Было так сложно. Разные обстоятельства пытались заставить меня остановиться, но мы принимали твердое решение не останавливаться. Бог призывал нас, и Его благодати достаточно. Когда ты стоишь в вере, приходит благодать, смотри на Его благодать. И тогда Бог чудесным образом обращал все обстоятельства, которые должны были сбить нас, в своего рода трамплин, чтобы мы могли оказаться там, где должны быть. Бог может сделать такое. Он может сделать так, чтобы все содействовало ко благу тем, кто любит Его, и кто призван по Его изволению. Поэтому стойте в вере, не сдавайтесь. Не важно, что вы чувствуете, в финансовой или эмоциональной сфере. Кстати, именно с эмоциями бывает очень трудно справиться. Они могут ввести в заблуждение, не обращайте на них внимания. Стойте в вере. Отбросьте эмоции. Ваши чувства обманчивы. Не руководствуйтесь своими эмоциями. Они бывают лживы. Они уводят в неправильном направлении. Вы должны знать и видеть цель, которую для вас определил Бог. Вам нужно знать, куда вам следует идти. Вы должны оставаться на своем пути. А если дьявол пытается вытолкнуть вас с дистанции, вы должны заставить его убраться с вашего пути, а сами остаться. И Бог сверхъестественным образом поможет вам добраться до пункта назначения. Дьявол пожалеет, что посмел замыслить на вас все эти нападки. В конечном итоге, вы окажетесь там, где должны оказаться. Вот насколько благ Бог. Он может обратить любую атаку во благо. Библия насыщена примерами. Я приведу несколько примеров. Они все объяснят. Во втором послании Тимофею, второй главе апостол Павел делает удивительное утверждение. Второе Тимофею 2.9. Послушайте, что пишет Павел. Он говорит о благовествовании, за которое страдал. За которое я страдаю. У Павла не было желания страдать. Он просто хотел проповедовать Евангелие, достигать людей, помогать им. Но на пути благовестия он сталкивался с трудностями. Он выдержал всевозможные нападки. Более того, эти строки он написал, находясь в тюрьме в Риме. Он обвинялся в поджоге. Вы можете себе это представить? Павел сидел в тюрьме за якобы поджог. Как его могли в этом заподозрить? Его бросили в тюрьму после большого пожара в Риме, в организации которого Нейрон обвинил верующих. Поскольку Павел был лидером среди верующих, его арестовали по обвинению в поджоге и посадили в тюрьму. Кто мог такое ожидать? Кто мог предположить подобное развитие событий, что апостола Павла арестуют за поджог? Воистину, такое нельзя предвидеть. Это было внезапное нападение врага. Павел оказался в тюрьме в Риме, и он говорит, «Я страдаю. Для меня наступили непростые времена». И он знает почему. Я страдаю даже до уз, как злодей. Павел не был злодеем. Но таким было выдвинутое против него обвинение, даже до уз. Слово «узы» означает заключение в тюрьму, ограничение свободы, быть связанным, быть в путах. Но послушайте, что он говорит. Но для слова Божьего нет уз. Вот какое свидетельство. Дьявол думал, что выведет Павла из строя. Представьте себе стратегию дьявола. Кстати, слово «сатана» означает «тот, кто замышляет что-то против кого-то». Дьявол замыслил что-то против Павла. Я уверен, что дьявол очень боялся Павла, потому что тот проповедовал, насаждал церкви, изгонял бесов, взращивал лидеров, способствовал расширению и росту церкви. Павел был действительно очень успешен на своем пути делом благовестия, и дьявол, должно быть, был напуган. Поэтому враг замыслил коварный план. Он решил, я должен вывести Павла из строя. И в результате ряда странных событий Павел оказывается в тюрьме по обвинению в поджоге. Он в узах. Он связан. И дьявол, вероятно, думал, «наконец-то». Я могу списать его со счетов. Он заключение. Он не может проповедовать. Не может возлагать руки на больных. Не может изгонять безов. Не может открывать новые церкви. Павел связан. Наконец-то я заключил его в темницу. Он выведен из строя. Я позаботился о нем, думал дьявол. Я решил проблему. Но Павел говорит, «Послушайте, может быть, я и в тюрьме. Я могу страдать, словно злодей, и даже быть связанным. Но для Божьего слова нет уз. Слово «узы», греческое слово «део», означает «быть связанным». Иметь ограниченную свободу. Быть в тюрьме. Слова Павла можно перевести так. «Я могу быть в тюрьме, но это не влияет на Божье слово. Божье слово нельзя заточить в темницу». Послушайте, это пример того, что стратегия дьявола всегда получает отпор. По меньшей мере, шесть лет своего служения Павел провел в тюрьме. Шесть лет служения. А может быть, и больше, потому что во втором Коринфянам, 11-23, он говорит о том, что очень часто был в темнице. Мы знаем о нескольких случаях заключения Павла в тюрьму. Он был помещен под сражу в Филиппах. Нам известно о его аресте в Кесарии. Мы также знаем о том, что его дважды бросали за решетку в Риме. Если объединить эти случаи, то получится около шести лет тюремного заключения. Но во втором послании Коринфянам, 11-23, Павел говорит о том, что он был более в темнице. В греческом используется слово «часто». То есть, могли быть и другие случаи заключения под стражу. Но даже то, что мы знаем, говорит о по крайней мере шести годах заключения. Находясь в тюрьме, он не мог отправиться, куда хотел, не мог увидеться с теми, кого хотел увидеть. Хотел повидаться со святыми в Филиппах, желал навести святых в Колоссе, мечтал прийти к святым в Ефес, хотел навести Тимофея, хотел увидеть Филимона, хотел увидеться со многими людьми, но поскольку он был в вузах, был связан, в тюрьме, не мог этого сделать. И дьявол, вероятно, был очень этому рад. Но дьявол сильно просчитался, потому что Павел, при содействии своего помощника, начал писать послания. Он написал письмо Ефесянам. Закончил его и написал Филиппийцам. Закончил его и написал Колоссянам. После письма Колоссянам Павел написал своему другу Филимону. Потом написал Тимофею. Это было второе послание Тимофею. Все эти письма Павел написал, находясь в заточении. И когда он пишет во втором послании Тимофею 2.9, он говорит о том, что для Божьего Слова нет уз. Его нельзя ограничить. Никто не может связать Божье Слово, заточить в темницу. Он делает пророческое заявление, вы можете поместить в тюрьму меня. Но Слово Божье нельзя посадить под замок. Оно вырвется из темницы. Божье Слово будет распространяться через послание. Павел был в тюрьме, но когда он писал эти письма, посмотрите, что произошло. Его служение продолжалось. И его служение продолжается уже две тысячи лет. Что было бы, если бы Павел не оказался в тюрьме? Он, возможно, никогда бы не написал эти послания. Быть может, он был бы слишком занят делом благовестия, проведением собраний, насаждением церквей, воспитанием лидеров, и он не смог бы найти времени для писем, не будь он в тюрьме. Но в тюрьме у него появилось время. Очень важно, что он не сказал, что ж все окончено, дьявол меня выбил из строя, больше я ничего не могу поделать. Не могу. Я сделал все возможно, и, пожалуй, я признаю свое поражение. Жизнь моя окончена, я сдаюсь под натиском врага. Но нет. Он нашел пергамент, перо и начал писать. Павел не позволил остановить себя. И как написано в послании Римлянам 8,28, Бог изменил обстоятельства, целью которых было причинить Павлу вред. Но Павел стоял в вере. Он взял пергамент, перо, и принял решение, что он не остановится. Он начал писать послания, и Бог обратил эту ситуацию во благо. В результате этого у нас есть послание Ефесянам, Филиппийцам, Колосянам, Филимону, Второе послание к Тимофею. Бог обратил все во благо, потому что Павел решил не сдаваться. Его служение стало более масштабным. Бог все обратил во благо. Другой прекрасный пример находится в книге Деяний 18 главе. Давайте прочтем. В Деяниях 18 мы обнаруживаем еще один печальный случай. Там говорится о том, как император Клавдий рассердился на иудеев, которые жили в Риме. Мы знаем, что церковь в Риме начала расти, они проповедовали иудеям, и в иудейском сообществе нарастали волнения между ортодоксальными иудеями и иудеями, которые становились христианами. И ранее Клавдий велел прекратить стычки, но христиане продолжали проповедовать. И к 49 году нашей эры в иудейском сообществе Рима начали происходить беспорядки из-за разногласий между обращенными и ортодоксальными иудеями. Начали происходить волнения, а римляне не любили беспорядки. Император Клавдий, который приходился Нерону Отчиму, сказал, «Я не могу контролировать этих иудеев, они меня не слушают. Они создают столько шума из-за кого-то, кого зовут Христеус». Именно так записано в летописи. И они не хотят прекратить эти беспорядки, «И я выселю всех иудеев из Рима». Итак, простым розчерком пера Клавдий выгнал всех иудеев из Рима. Раз иудеев не стало. Среди иудеев, которые покинули Рим, находились муж и жена, которых звали Акила и Прискила. Они были лидерами общины христиан в Риме. Они вели свое дело, у них был дом, они вели размеренную жизнь, у них были друзья, круг общения. Вся их жизнь успешно проходила в столице. Там, в столице, было все, над чем строилась их жизнь. Теперь же, из-за какого-то каприза правителя, они вдруг были изданы из Рима. Такой атаки они, разумеется, не предвидели, не ожидали. Для них это стало неожиданностью. Они были добропорядочными гражданами. Они просто проповедовали об Иисусе, вот и все. Но внезапно их и прочих иудеев выдворяют из города. Они сели на корабль и отправились на восток. Корабль остановился в порту на восточном берегу Греции, недалеко от города Каринфа. Семья сошла на берег, не представляя, куда им отправиться и чем заняться. Возможно, у них оставалось мало денег, ведь они потеряли все, когда их выслали из Рима. Казалось, что все было кончено. Это была атака, которую они не ожидали. Они направились из этого порта в город Каринф, размышляя о том, что им делать дальше. И тогда произошло что-то невероятное. Деяние 18.1 После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф. Второй стих. И найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. Все это демонстрирует, как Бог может заставить что угодно действовать нам во благо. Не Бог устроил изгнание иудеев, но Он вмешался в их ситуацию, потому что Бог содействует тем, кто стоит в вере, тем, кто признан по его изволению. Если вы будете пребывать в вере, если вы будете стремиться к Божьим целям, если вы будете придерживаться Божьего плана, Бог скажет, послушай, я вмешаюсь в твою ситуацию. Враг хотел навредить, но я все обращу во благо. Итак, эта семья пришла в Каринф. Во втором стихе написано, что Павел нашел их там. Слово «находить» по-гречески «юриско». От него происходит слово «эврика». «Эврика», он встретился с ними, он нашел их. Это был момент великого открытия. Они пришли в Каринф, и Павел пришел туда же, и они встретились там, на Каринфской улице. Мы знаем об этом, потому что в прочитанном нами стихе сказано, что недавно прибыли из Италии. Слово недавно, это греческое слово, которое использовали для описания парного мяса, свежего мяса. Они были новичками в этом городе, только что сошли с корабля, который прибыл из Италии, и вошли в Каринф. И на кого же они наткнулись? На апостола Павла. Вспомните, их выгнали из Рима, в их жизни началась черная полоса, казалось, все кончено. Что бы было, если бы они сказали, «Все, мы умываем руки, это конец, у нас нет надежды, постараемся найти работу, проповедовать у нас больше не получится. Мы потеряли служение, лишились дома, денег, работы, мы потеряли все». Но вместо этого они отправились в путь, и Бог устроил так, чтобы они чудесным образом встретились с апостолом Павлом. Когда они впервые в жизни приехали в Каринф, они встретились с ним. И то, что казалось трагедией, обернулось для них благословением, потому что их изгнание позволило им встретиться с Павлом, и вступить в величайшую фазу служения. Как только они связались с Павлом, они начали делать то, о чем и не помышляли, даже в самых смелых мечтах. Они основали церковь в Каринфе, помогли открыть церковь в Ефесе. Череда событий вывела эту семью в важнейшую фазу служения. Дьявол намеревался уничтожить их, но Бог сказал, «Я возьму то, что сделал дьявол, и превращу это в трамплин, чтобы они оказались там, где даже и не мечтали оказаться». И Бог сделал так, чтобы все содействовало им ко благу. Он обратил все во благо. И это Бог сделает для вас. Ваша жизнь похожа на сражение? Вы побеждаете или отступаете? Благодаря книге Рика Реннера, «Снаряженные для битвы», вы сможете одержать победу уже сегодня. Апостол Павел сказал, «Когда дьявол выступает против нас, мы должны быть готовы встать и сразиться с ним в духовной битве». Это означает, что вы должны быть полностью оснащены для сражения с врагом. Облекитесь в духовные доспехи и всеоружие Божье. Нанесите врагу поражение. Будьте снаряженными для битвы. В книге «Снаряженные для битвы» пасторик отвечает на глубокие вопросы, разбирая места писания о духовных сражениях, которые ранее неправильно истолковывались. На примере доспехов римских солдат проводится параллель с нашим снаряжением для духовных битв. Вникая в это всестороннее исследование, вы научитесь обликаться во всеоружии Божьи и поймете важность положения каждой составляющей доспехов для победы над врагом. Из книги «Снаряженные для битвы» вы узнаете, какое значение имеет духовное всеоружие, данное вам Богом. Кроме того, вы научитесь побеждать в духовной битве каждый день. «Снаряженные для битвы» это прекрасно оформленное издание, которое содержит достоверное библейское учение. Скачайте эту книгу бесплатно. Станьте победителем в жизненных сражениях, обновив свое мышление и заняв свое место во Христе. Не пропустите это специальное предложение. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org и скачайте эту книгу бесплатно. Одержите победу в духовной битве уже сегодня. Меня зовут Джоэл Реннер. Я хочу выразить благодарность всем нашим партнерам, партнером служения Рика Реннера. Ваша помощь меняет жизни бездомных детей. Москва это город, принимающий более 20 миллионов человек. Здесь много нуждающихся детей, особенно тех, кто оказался на улице. Благодаря поддержке партнеров мы можем помогать Дому Милосердия оказывать влияние на бездомных детей в Москве. Дом Милосердия стал приютом для сотен таких детей. Его работа помогла спасти детей от улицы или других сложных ситуаций и дала им шанс изменить свою жизнь. Один из наших подопечных Витя был оставлен в квартире под присмотром собак, но ему была оказана помощь Дому Милосердия. Подобное явление называется Синдромом Маугли, ссылаясь на персонаж из классической книги «Джунглей». Благодаря вашей поддержке и работе Дома Милосердия Витя сейчас здоровый ребенок, который ходит в школу. Он восстановился после долгих лет духовной, эмоциональной и физической заботы своей любящей семьи. Это лишь один пример того, как Дом Милосердия помог сотням детей восстановить свою жизнь и исполнить свое предназначение. Все это возможно благодаря поддержке наших партнеров. Вы хотите стать партнером, чтобы мы могли продолжать влиять на жизни таких бездомных детей, как Витя. Есть множество детей, которые нуждаются в помощи Дома Милосердия. Вы можете позаботиться о них сегодня с помощью своего даяния. Для связи с нами воспользуйтесь контактами, указанными на экране. Любое ваше даяние поможет нам продолжить работу в жизни таких детей, как Витя. Многие не знают, что такое покаяние. Однако оно очень важно для вашей жизни. Без покаяния нет спасения. Христианину же готовность к покаянию нужна всю жизнь. Поэтому вы должны знать, что такое покаяние, чем оно не является и как его совершить. Это наш подарок вам. Мы хотим, чтобы эта замечательная книга была у вас. Мы убеждены, что она изменит вашу жизнь. Эта книга сейчас доступна для скачивания на сайте ignc.org в разделе «Книга в подарок». Я знаю, что у многих людей имеются молитвенные нужды. Им не с кем поговорить. Они не знают, к кому обратиться. А порой у кого-то появляется срочная нужда, и они думают, «Мне нужно, чтобы кто-то за меня помолился. Что же вам делать в таком случае?» Я предлагаю вам зайти на сайт ignc.org. На нашем сайте есть молитвенная стена, где вы можете написать нам о своей молитвенной нужде, и немедленно люди со всего русскоговорящего мира начнут молиться за вас. Это поистине удивительный раздел нашего сайта ignc.org. Люди заходят, оставляют свои молитвенные просьбы, и все тут же в согласии молятся за них. И мы получаем сотни свидетельств людей о том, как изменилась их жизнь. Так что, если у вас есть молитвенная нужда сегодня или появится когда-нибудь, то знайте, что есть молитвенная стена на ignc.org. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Пастор Рик с нетерпением ждет встречи с вами на следующей неделе. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях.